Премьер-министр Малайзии заявил, что причиной безмолвия и бездействия мусульманских стран по отношению к уйгурскому вопросу является мощь и сила Китая. После 74-го собрания Генеральной Ассамблеи ООН, прошедшего в Нью-Йорке, Махатир Мухаммед принял участие в программе телеканала Beer News. По сообщениям информационного агентства «Надолу» на вопросы о бездействии исламских стран в отношении участи уйгуров, премьер-министр Малайзии ответил следующими словами. «Причиной этого является безграничная мощь Китая, и ничего с этим не поделать. Единственное, что мы можем предложить, это поиск решения вопроса таким образом, чтобы это не вызвало гнев Пекина». В свою очередь глава отдела по правам человека Нижней палаты Европейского парламента Мария Арена выразила свою обеспокоенность положением Восточного Туркестана, массовыми арестами уйгуров и необоснованными приговорами. По сообщениям американских СМИ, администрация Трампа планирует вывести китайские компании из фондовых рынков США. Данное решение является частью плана американского правительства по ограничению китайских инвестиций и деятельности китайских компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности страны. Вместо Северной Кореи первую позицию в списке угроз для Японии занял Китай, увеличивший свою военную мощь. В свою очередь США заняли первую позицию в списке союзников японского правительства. Министр обороны Японии заявил, что Китай продолжает увеличивать количество военно-морской техники и систем противовоздушной обороны на западе Тихого океана и близ пролива Сушима, расположенном в Японском море. Министерство иностранных дел Китая выразило недовольство списком и опровергло заявление японского министра. За исключением сезона Умры и Хаджа Саудовская Аравия впервые начнет выдавать туристические визы для граждан 49 государств. Выступая на пресс-конференции в Эрияде, министр туризма Ахмед Аль-Хатыб сообщил, что в целях привлечения туристов правительство объявило о начале выдачи виз для граждан 49 стран. Министр заявил, что наряду с Генеральным консульством в Саудовской Аравии визы будут выдаваться в аэропортах и приграничных блокпостах. Срок действия визы составит 360 дней, при этом туристы смогут непрерывно находиться в стране не более трех месяцев или 180 дней в течение одного года. Согласно информации Defense News, бывший глава ракетной обороны Израиля генерал Узи Рубин заявил, что недостатком американских патриот, имеющихся на вооружении Саудовской Аравии, является то, что данные системы способны обнаруживать только цели, расположенные на линии горизонта. Именно поэтому патриот не среагировали на крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты, ударившие по нефтяным предприятиям в Сауде Арамко, считает израильский генерал.